приветствую да ну точно общаемся впервые после до таких нескольких месяцев до там виртуального развиртуализация да вот и что и как россия после египта после египта конечно возвращение в цивилизацию это конечно всегда стресс но я довольна а россия то все-таки пока еще цивилизация вот это у нас вроде как выгнали да ладно пошли куда подальше я в конце концов подолго жила и в европе и штатах поэтому я как бы могу сравнивать мы слегка другие но как бы мы ничем не менее цивилизованные чем вот эта вся публика которая самовольно считает себя вершиной цивилизации но вот один из признаков цивилизов любой цивилизации в том числе и наши это гражданское общество которое значит у нас конечно значительной части своей поднялось на помощь фронту но процессе помощи фронту не стесняется еще и регулярно воевать друг с другом по разным поводам расколовшись на группу и так далее это святое это везде так нет такого чтобы этого не было ни в одной стране нет такого чтобы вот было полное единогласие даже среди союзников и как обычно внутривидовая борьба всегда более жестокая чем межвидовая вот и у меня в связи с этим такой прикладной вопрос вот как это канал монтян и союзники многократно так дистанцируется мягко говоря от охранителей а вот как называть эту другую сторону которая не охранители то есть как нас называть до сложно сказать наверное антиохранители это апофатическое определили да 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 но пока я другого не могу придумать потому что мы вроде как на них не нападали эта позиция понятна если страна не изменится она не выиграна не вот их позиция тоже понятно если значит что не так важно выиграть главное чтобы все осталось как есть я вполне верю что это искреннее убеждение что любые перемены это зло но я считаю что надо обсуждать по сути что плохо что хорошо что неплохо бы все-таки поменять почему так получилось что люди воюют боссы простоволосые с мосингами может все-таки что-то поменять в консерватории не глобально все-таки вот как-то ну не косметически частично а мы все-таки стоим на той позиции что если что-то работает плохо давайте рассмотрим почему это работает плохо может это как-то можно изменить не затрагивая там основ и не нарываясь на всякие мега потрясения а нас в ответ обвиняют вы тут хотите майдан устроить какая чушь мы самые что ни на есть противники майдана мы здесь именно потому изгнанники земли родной что мы против всех этих можно с этого места поподробнее вот вся пропагандистская история путинской россии эта история про то как насколько плохо майдан это оппозиция царе вот но есть позиция противоположная которая говорит о том что если нет вообще никакой гражданской активности если нет людей которые высказывают свое мнение то все сваливается даже не тоталитаризм а такое унылое болото где никому ничего не нужно и где жизнь замирает вот и где этот баланс насколько глубоко можно копать то есть на пол штыка на целый штык там на полушечки и все такое мы сторонники того что каждый конкретный вопрос нужно рассматривать по сути просто высказывая на стадии обсуждения все возможное мнение ну да то есть без догматики да это плохо просто потому что плохо а это хорошо почему я объясняю с чего у нас началась гражданская война с чего мы начали то к чему мы сейчас пришли именно с того что одна из сторон заявила что вы априори не правы чтобы вы не говорили чтобы вы не говорили какие-то аргументы мы не приводили мы не правы априори а вот мы априори правы и любые попытки давайте мы обсудим вопросы по сути давайте посчитаем давайте сведем баланс где у нас тут плохо где хорошо где выгодно не выгодно где правильно неправильно наталкивались на то что вы априори не правы мыслами разговаривать не будем и вот к этому в итоге все пришло и я очень боюсь что российское общество под чутким руководством охранителей придет к тому же самому и это будет очень печально я не говорю что сразу вот воспринимаете вот нашу точку зрения может мы тоже не правы без вопросов но давайте сперва обсудим я всегда так думал что украина просто быстрее проходит некоторые стадии которые в общем предназначались и нам вот то есть будучи еще там четвертом году в киеве я понял что через какое-то время значит ждем вот эту же свистопляску ждем в гости в москву наверняка и собственно с этим убеждением приехал назад вот и в этой связи конечно интересно действительно украины были большие шансы построить свое государство избавленное от многих недостатков которые присущи российской федерации или вот и она довольно далеко прошу продвинулась по этому пути почему не получилось что сломалось появились наши коллективно западные друзья которые убедили все власти на самом деле не только регионалов ну и условных оранжевых в том что для победы на выборах ну для захвата там полной власти нужно разделить страну на сорта и играть на противостоянии не для того же не секрет собственно говоря что всех этих нацикам вырастила партия регионов что партия регионов финансировала партию свобода и всю эту публику и умышленно разжигала всю эту рознь межрегиональную это сейчас ни для кого не секрет и посоветовали это именно наши коллективно западные друзья но там я так понимаю была политтехнологическая мысль типа выбить юлю поэтому создать радикально именно так что люди убоявшись всего этого радикализма проголосуют за более спокойно ли ну и все такое прочее то есть у иными словами если так суммировать до манипулировали да да манипулировали просто до манипулировали но интересно что да вот вот говоря слово доманипулировали я вижу что такая любовь манипуляция любовь к манипулятивным технологиям она из сегодняшнего киева никуда не ушла то есть вот толпа вот этих вот тренеров коучи психотерапевтов манипуляторов и так далее все сейчас завербованы на информационный фронт и мучительно продолжают значит кукловодить хотя уже даже как бы непонятно кем все уже это гальванизированный труп остался от несчастного соларейха и вопрос времени только когда он окончательно просто умрет без вот этой и подпитки манипуляторов тут уже говорить не о чем это чисто вопрос времени я уже честно говоря задумываясь над тем что будет на самом деле дальше никуда мы уже не спрыгнем вся наша веселая тусовочка вольется в вашу вот вот это тоже важный вопрос я недавно в эфире радио говорит москва тоже развернул концепцию что вместе с освобожденными территориями мы получим еще и несколько миллионов освобожденных людей людей совершенно другой политической культуры и совершенно другими привычками себя вести в соответствующих ситуациях и это касается и простых людей непростых вот и вся эта среда значит она завтра окажется у нас на экранах у нас в наших телеграм-каналах у нас кто-то этому радуется правильно полагая что свежая кровь никогда не помешает что столкновение разных культур там навыков там и всего остального этот взрыв уродит что-то новое и полезное а вот охранители считают что валите хохлы позорные в свою хохляндию нечего нам тут наши болотца мучить они не понимают что они уже ничего не сделают что все это уже случилось как бы поскорее с этим смиряться и чем скорее не с этим смиряться и научиться с этим жить тем лучше просто если их подсознание говорит что валите в свою хохляндию это же делает их имплицитно это же делает их пораженцами я так скажу вот то есть единственный способ значит это сохранить независимую украину имени зеленского ровно в тех границах в которых она была может быть там до 24 если не до 14 они вступают противоречия с политикой путина и при этом умудряются упрекать меня в том что я его там как бы там обозвала знаем как его обозвала но за то что он дал украину вот ребята если вы начинаете рассказывать о том что валите в свою хохляндию а как же деноцификации а как же цели своего как же статья путина на конец концов на украинском языке на сайте кремлинру как же вы так как это у вас в голове вообще умещается одновременно в общем им надо все-таки сказать идем на вы готовы сражаться кто победит кто ты красавчик но вот это их охранительская позиция валите в свою хохляндию она уже не собирает глядя на это чуть с дистанции я понимаю что конечно россия не была вообще готова вот и не готов я имею ввиду даже не в плане готовности там государства или армии но главное вот в плане неготовности на общество ну да и особенно вот этих вот голосов общества к происходящему люди на ходу определялись а могли бы подготовиться потому что восемь лет на федеральных каналах выступали как бы кваде хохлы всякие там улице залупы кофтаны и прочая клоунада дежурные дежурные и местные почему-то вот публика решила что вот вся украина такая а тут внезапно появляются не такие как же такое может быть откуда они взялись неужели из ниоткуда саморазе родились как мыши в корзине с грязным бельем по мнению средневековых холастов нет мы были всегда нас просто не показывали и умышленно не показывали а теперь мы внезапно появились и у многих шок ах как же такое может быть а я предупреждала на федеральных каналах что показываете настоящую украину такую какая она есть а не ту которую вы себе выдумали в лабораторной колбе одни сейчас мобилизовались и помогают фронта чем могут до каждый в силу своих другие значит ищут предателей да это святое вот вот это нас родит если в саларейхе все орут что ты агент кремля то в россии орут ты агент сбы разве мы не братские народы но один в один и суть претензий примерно вот такая ты не такой как я ты неправильно любишь родину значит ты в разной стране или агент кремля или агент коллективного запада ты чей-то обязательно агент потому что ты не такой как я ты любишь родину не так как мне кажется правильным просто в наше время это большое искусство быть своим собственным агентом они чьим-либо но собственно этого я нам с вами пожелаю на самом деле только люди которые ничьи агенты которые высказывают свою точку зрения и свое личное мнение даже если оно какое-то впоследствии выяснится что было неправильное это гораздо ценнее чем тот кто просто вот работает по повесточке по темнику и потом оказывается когда темник меняется идиотская ситуация потому что вот некоторые товарищи буквально за две недели до свого вещали что зачем нам там это хохляндия купаться надо заслужить нападать ни на кого не будем через две недели свого и приходится полностью менять повесточку и переобуваться в воздухе получается как-то глупенько то есть вот или ты стоишь дальше на позиции что зря мы это сделали типа не надо нам никакого этого то ли ты выглядишь идиотом переобувшимся в воздухе поэтому всегда лучше иметь свою позицию потому что темники меняются а ты остаешься вот таким вот ну вот запрещаемый ныне на той стороне лев николаевич толстой когда его все время обвиняли что он только только про дворян пишет он на это отвечал да дело не в дворянах мне просто интересно изучать мотивы свободных людей про несвободных понятно да да я могу пожелать нашим охранительским оппонентам как можно больше внутренней свободы и не бояться спорить по сути и вот в этих спорах и родиться собственно говоря истина и не подозревать сходу своих оппонентов в том что они чьи-то там агенты мы свои собственные агенты не надо нас вот так вот плохо думать и вам желаем того же самого